Сегодня мы рассмотрим такую важную тему как броня. Что такое броня? Я вам постараюсь рассказать. Расскажу все, что знаю и все, что помню об этом. Кстати, если я что-то упущу или забуду, напишите об этом в комментарии. И потом я уже выпущу обновленное видео, где все соберу в едино, все больше и больше. Но я надеюсь, что я ничего не упущу. Ну, приступим. Что такое броня? Это физическое сопротивление. Или по-другому говоря, сопротивление физическому урону. Я потом отдельно сделаю сопротивление магическому урону, виды атак и так далее. Это все будет в отдельных видео. Броня может как уменьшать, так и увеличивать получаемый урон. Ну, я думаю, это все знают, да? Вот что важно. Атрибут брони увеличивается с ростом очков ловкости. То есть, поэтому у ловкочей всегда много брони. И вот, пошли цифры у нас. Каждый 7 очков ловкости увеличивает броню на единицу. Каждый 7 очков ловкости увеличивает броню на единицу. Ну, я думаю, многие знают, что бывает броня в минусе. Я об этом уже сказал до этого. Но я думаю, что вы, в принципе, это и видели в играх, да? Самая минимальная броня, которая может быть, это минус 20. Когда броня минус 20, она увеличивает получаемый физический урон на 71%. Дальнейшее уменьшение брони уже не будет увеличивать физический урон. То есть, будет минус 25, это будет то же самое, что минус 20. Еще, заметьте, получаемый урон зависит от типа брони. Я думаю, особенно это знают все, кто играл в доту первую, да? Там, в Warcraft, бла-бла-бла. Там всегда были разные типы брони. В доте второй тоже множество видов брони. Всего 6 видов брони в доте 2. Это беззащиты, легкое, среднее, тяжелое, укрепленный объект и героическое. Вот такие виды, как беззащиты, легкое, среднее, тяжелое, это у разных крипов. Укрепленный объект, это катапульты и здания. Ну, героическая броня, это у героев. У всех героев один вид брони, героический. Чем больше брони, тем больше юнит может получить физического урона. Ну, я думаю, это очень очевидно. И теперь, самое главное, давайте мы уже начнем переходить к формулам. Ну, для примера я вот вам взял Скайманга, да? Почему я взял? Потому что у этого героя 0 брони. 0. На 0 брони, на 0, у него всего лишь 3% физического сопротивления. Хотя, в первой доте эта цифра была равна 0. Я не знаю, почему здесь показывает 3. Может быть, это баг, может быть, это изменили. Ну, грубо говоря, его практически нету. Он ничтожно мал. Мы, для примера, возьмем героя, у которого будет 1000 хп. Хитпоинтов, да? 1000 единиц здоровья. И 0 брони. То есть, я бы мог взять 511, но нам будет легче считать от 1000. Представим, есть у нас герой, который 1000 хп, 0 брони. Логично, чтобы его убить, нужно нанести ему 1000 физического урона. Правильно? Так как его сопротивление к физическому урону равно 0. Теперь, добавим этому герою платы мэйл. Ну, вы поняли, короче. Который дает нам 10. 10 брони. И теперь, как рассчитывается сопротивление к физическому урону? Вы сейчас увидите формулу на экране, да? То есть, в итоге, по этой формуле, мы получаем сопротивление 38%. То есть, мы 0,06, там умножаем на броню, бла-бла-бла. Это все увидите на формуле. И получаем 38%. Но, вообще, если прям по формуле, чисто рассчитать, будет 37,5% сопротивление к физическому урону. Но, дота округляет, и в итоге получается 38%. То есть, смотрите, чтобы убить нашего героя, у которого 1000 хп и 10 брони, ему нужно будет нанести 1600 единиц урона. 1600. Эффективное хп, это количество урона, необходимое для убийства, будет равно 1600. Вот так вот. Все, что я вам хотел рассказать про броню. Я вам рассказал про виды брони, про формулу брони. Самое главное, запомните, чем больше брони, тем дольше будет выживать юнит. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.